Стоим, стоим, а потом потихонечку вперед. Потихонечку вперед. Идем. Идем. Так, любил упражнение. Вот, вот, раз, да, вот, что будет. Мне позвонил агент. Поговорил с руководством, с тренерским штабом Ростова. Сказали, что, возможно, в этом сезоне будет мало игрового времени на поле. Я молодой игрок, 19 лет, 20 в этом году. Надо проявлять себя как-то на поле, играть, получать удовольствие от футбола. Забивать, отдавать, приносить пользу команде. И было предложение найти аренду. Вот, я на это согласился. Вот, было предложение от СКА сразу. Мне позвонил Роман Сергеевич Шаронов, позвонил спортивный директор. Мы все вместе это все обсудили. Вот, и я принял решение приехать в СКА. Поначалу было, когда сказали, как бы, СКА Хабаровск. Я думал, это очень далеко. Я сначала переживал очень сильно, думал, надо, не надо. Но буквально там через пару часов уже успокоился. Поговорил и с родными, с близкими. Все обсудили, сказали, это хороший выбор, чтобы получить практику, показать себя. Насколько важен для тебя был звонок именно главного тренера в твоей заинтересованности в тебе? Ну, это, наверное, был один из ключевых факторов выбора. Потому что не каждый тренер звонит напрямую и приглашает игрока в свой состав. Как он видит, что он хочет. Вот, спросил мои пожелания, где мне удобнее играть, лучше играть. Вот, ну, мне нравится играть ближе к атаке, под нападающими. То есть, я спросил про игру, в какую будет играть сам СКА. Вот, меня все устроило, мы обо всем договорились, поговорили. Вот, я приехал, первая тренировка. И я получил удовольствие. Мои сильные качества, это игра в подыгрыше, ну, рядом с нападающим, развитие атаки, вертикальное, быстрое. Вот, надеюсь, это все будет получаться в СКА. В ФНЛ действует правило лимитчика, и ты входишь под это правило. Вот, чувствуешь какую-то, ну, может быть, особую ответственность? И тебе говорили, что на тебя именно рассчитывают, как на игрока, который закроет эту позицию. Да, мне об этом сказали в первых предложениях, когда мы разговаривали по поводу арендного соглашения. Что, как бы, я иду, как вы сказали, лимитчиком. Ответственность, конечно же, имеется, потому что надо оправдывать ожидания руководства, тренерского штаба. В прошлом сезоне ты принял участие в большинстве матчей Ростова, больше 20 игр. Вот, для себя, как сезон этот прошлый характеризуешь? Первая часть сезона была, конечно, намного лучше, но это тоже связано с многими факторами. И, как бы, сначала уход главного тренера в сборную Россию, Валерия Георгиевича Карпина, потом смена тренера, потом еще одна смена, как-то это вот все было непонятно. Но я играл в тот футбол, в который я хочу играть, могу играть. Вот, первая часть была хорошей. Вторая часть сезона на сборах получил травму. Ну, не серьезной, но была неприятной. Вот, и прошел восстановление некоторое на сборах. И когда вышел, уже, может, чуть-чуть потерял в кондициях. Вот, ну, и оправданий не ищу, поэтому провел его нормально, но можно всегда лучше. Что ты знаешь о футбольной национальной лиге? Что это за турнир для тебя? Знаю, что это лучшая лига в мире, как ее называют. Вот, я сам с города Воронежа. Факел достаточно долго играл в ФНЛ, футбольной национальной лиге. И, ну, наслышан многое. Я, конечно же, смотрел стыковые матчи и СКА, Хабаровск против Химки, и Уфа против Оренбурга. Было интересно наблюдать за этим. После первого матча в Хабаровске я был, наверное, приятно удивлен, что так команда из футбольной национальной лиги переигрывает подмосковный клуб и премьер-лиги. Обидно, конечно, что во втором матче не повезло. Тоже по ряду, наверное, причин, обстоятельств. А на этот сезон ожидания самые высокие. И хочется помочь все-таки забраться в Хабаровску, в премьер-лигу. Что ты слышал о Хабаровске и вообще о Дальнем Востоке до этого? Фух, что это далеко, что большая разница в часовых поясах. И, ну, что это сам по себе такой красивый город. Дальний Восток – это вообще отдельная часть красоты России. Ну, наслышал тоже много хорошего. Как-то гуглил, смотрел вообще, где это, что это. Да, первым делом зашел в Яндекс посмотреть, что вообще за Хабаровск город такой. Ну, вкусные морепродукты в Хабаровске. Есть желание попробовать? Да, есть желание попробовать все, что можно будет попробовать в Хабаровске. Для себя эту аренду ты воспринимаешь какой-то трамплин? Наверное, да, потому что, ну, опуститься там с премьер-лиги в лигу ниже, конечно, может для кого-то это покажется решением, которое, ну, как это говорят, шаг назад сделать. Но я на это так не реагирую, потому что в каждом клубе надо что-то и доказывать. Главное самому себе доказать, что ты можешь здесь играть, ты лучший здесь. То есть меня не пугает это, что опускаться ниже на лигу. Ну, желаем тебе удачи и провести хороший урожайный сезон. Спасибо.